В эфире канал ОТС программа «Экстренный вызов». В студии работает Мария Никитина. Здравствуйте. Начинаем со сводок происшествий с детьми. За эти выходные сразу два малыша выпали из окон в Новосибирске и пригороде. Первый инцидент случился в доме на улице Часовой в Советском районе. Полуторагодовалый мальчик залез на подоконник и оперся на москитную сетку. Она не выдержала веса ребенка и он упал вниз с четвертого этажа. Пострадавшего забрали медики. То же самое произошло в поселке Элитный. Там четырехлетний мальчик, оставшись без присмотра взрослых, выпал из окна второго этажа. Удар смягчил газон. Дети выжили, но получили серьезные травмы. По всем фактам следственный комитет начал проверки. Попали в оперативную сводку минувших дней и подростки. Три человека погибли. По всем ДТП проводятся проверки. В поселке Петровский в столкновении двух мотоциклов погибла 15-летняя девушка. Она была пассажиркой двухколесного Иш-Юпитер. Водитель транспортного средства остановился у края проезжей части. В этот момент в него врезался старенький Урал. Мотоциклом с люлькой управлял 16-летний парень без прав. В темноте он не заметил другого участника дорожного движения, либо не справился с управлением. Оба водителя получили травмы. И там же в Ордынском районе области в ночь на субботу погиб 15-летний подросток. Парень решил прокатить друга на отцовской ладе, но стал виновником серьезного ДТП. От полученных травм водитель отечественного хэтчбэка скончался на месте. Его пассажиры госпитализировали с тяжелыми травмами. Данный водитель двигался со стороны села Нижнекаменская в сторону села Чингис. И на указанном участке дороги, не справившись с управлением, допустил съезд с дороги и наезд на препятствия в виде дерева. На данное происшествие выезжали следственно-оперативная группа межмуниципального отдела Ордынский, сотрудники госавтоинспекции, сотрудники МЧС и скорой медицинской помощи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В СНТ Береговой, это в Первомайском районе города, на местном озере с говорящим названием Черное, произошла трагедия. Мама с 7-летним сыном и годовалой дочкой приехали на дачу и решили покормить уток на водоеме. По одной из версий, старший ребенок катался на велосипеде, не удержался на берегу и упал в воду. Женщина бросилась на помощь, но спасти мальчика не смогла. Утонули оба, тела погибших уже нашли. Девочка осталась на берегу. Скорее всего, произошедшее будет квалифицировано как несчастный случай. Стоит отметить, что за полтора месяца лета это далеко не первый подобный инцидент. Как раз из-за печальной статистики сотрудники МЧС вместе с транспортными полицейскими вышли в рейд на городские водоемы. Официально у нас открыты всего пять пляжей, но это не останавливает отдыхающих. Искали не только нарушителей на маломерных судах, но и отчаянных купальщиков. А таких с наступлением жаркой погоды все больше. Так на дальний заплыв решился мужчина и скорее всего он был в алкогольном опьянении. Купальщика подняли на борт и фактически под конвоем двух патрульных катеров проводили на правый берег АБИ. Вы понимаете, что ваша жизнь безопаснее, чем вот это все? Вы не увидели, мы подъемки сейчас. Да, я вам садитесь, прошу, а давай идем в рубки. Вы сейчас видели, да, что человек, скорее всего, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поплыл с левого берега на правый, ну и вот, и бесполезно что-то говорить. Я доплыву, я доплыву. Поэтому вот мы смотрим, патрулируем, помогаем. Адвокаты экс-главы Винапа и бывшего руководителя завода «Экран» обжаловали постановление о его аресте. Центральный районный суд Новосибирска на минувшей неделе отправил Олега Яровова в СИЗО до 8 сентября. Но сторона защиты решила вытащить бизнесмена из-под стражи. По информации СМИ, его обвиняют в особо крупном мошенничестве. Уголовное дело находится в производстве следственного отдела областного УФСБ. Его возбудили по заявлению некогда директора предприятия Юрия Верясова, которому Яровой за 170 миллионов рублей якобы обещал решить проблемы с правоохранительными органами. Напомню, что 4 года назад на бывшем заводе Винап прошли обыски. В мае 2016-го патрульные автомобили заблокировали выезды как со стороны улицы Петухова, так и со стороны Северного проезда. На протяжении часа полицейские не впускали и не выпускали никого с территории. Бездомный из Новосибирска получил 9 лет колонии строгого режима за торговлю наркотиками в Брянске. По информации портала Сибкрай, мужчина был членом одной из столичных ОПГ, которая специализировалась именно на распространении синтетики в Москве. Но сеть разрасталась, поэтому новосибирца отправили завоевывать другие области. На съемной квартире он фасовал запрещенные вещества и делал тайники и закладки, на чем, собственно, и попался. А в самом Новосибирске, чтобы любимый город спал спокойно, полицейские вышли с проверкой на ночные улицы. За короткое время людям в погонах удалось раскрыть целый ряд преступлений и задержать несколько десятков нарушителей правопорядка. Вывести личный состав на улицы мегаполиса руководителей областного главка заставило резкое ухудшение криминогенной обстановки в городе. Особенно в последнее время активизировались уличные грабители. В полиции, разумеется, обратили внимание на этот неприятный факт и организовали масштабную операцию. И мы с вами призваны сделать все возможное, чтобы наши с вами родные, близкие, проживающие здесь, на территории города, могли чувствовать себя в безопасности. Рейд проводился по всему Новосибирску. На улице выставили почти 200 дополнительных нарядов. Они патрулировали преимущественно в местах наиболее проблемных в криминальном плане. Усиление дало результат. За короткий срок полицейские раскрыли два десятка различных преступлений. Установлено и задержано 10 человек, находящихся в розыске. Например, у сотрудников патрульной постовой службы отдела полиции номер один центральный. По приметам был задержан гражданин, который находился в розыске за разбойное нападение, совершенное в городе Аби. Нынешний всплеск криминала правоохранители связывают с сезонностью. Летом люди чаще выезжают из города, оставляя имущество без присмотра. А на улицах, особенно вечером, увеличивается количество нетрезвых персонажей. Преступники в данной ситуации, разумеется, не дремлют. Впрочем, как рассказали в полиции, рейды, подобные сегодняшнему, будут проводиться на регулярной основе. Леонид Лишенко, Алексей Погодин. Экстренный вызов. Утренний пожар, уничтоживший двухэтажный коттедж на юго-западном жилмассиве в Новосибирске, попал на видео. Люди не пострадали, но вот само здание отстоять не удалось. Огонь в первой Вертковском переулке заметили в 4.30. Очевидцы уверяют, что он пошел с крыши. В результате ЧП обрушились нежэтажные перекрытия. Хозяев в доме не было, из-за чего все началось, пока не ясно. Накануне тушили огонь и в Чулымском районе. Правда, там причина произошедшего уже известна. Местный житель покалечил экс-супругу, а потом попытался сжечь и самого себя. В ночь на 17 июля в дежурную часть отделения полиции по Чулымскому району Новосибирской области поступило сообщение о том, что в квартире жилого дома кричит женщина. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции, которые обнаружили хозяйку квартиры, 42-летнюю женщину с множественными ножевыми ранениями грудной клетки, лица и рук. И вызвали ей скорую помощь. Как сообщила потерпевшая, несколько минут назад, разбив окно, к ней в квартиру ворвался бывший супруг. Полицейские вызвали скорую, а сами бросились на поиски подозреваемого. Подъехав к его дому, они увидели, что здание горит открытым огнем. Не дожидаясь пожарных, напарники сломали замок входной двери и вытащили мужчину на улицу. Выяснилось, что после нападения на бывшую жену он закрылся в своем жилище, облил все бензином и чиркнул спичкой. Фигурант был сильно пьян. Материалы этого дела уже передали следственный комитет. И на этом пока все. Берегите себя. Телефон редакции 310-2005 доступен каждый будний день с 12 до 6 вечера. Если вы сняли на видео преступления или происшествия, присылайте нам, мы покажем ролик в эфире. В студии работала Мария Никитина. До встречи на канале ОТС. Субтитры создавал DimaTorzok